Здравствуйте! Приветствую всех на своем канале! И в этом видео я хочу показать вам свои пустые баночки. Так как я снимаю это видео сегодня не когда сын спит, а он сейчас бодрствует, поэтому сколько я успею. Если вам такого рода интересное видео, то оставайтесь со мной и всем желаю приятного просмотра. Сейчас я вам покажу, какой у меня пакет накопился. У меня опять же будет еще одна партия, наверное. Вот такой вот большой пакет у меня. И по порядку я вам сейчас все буду показывать и рассказывать. Начну я со средств для волос. Это мне приходило и на обзор, и это я сама покупала эти средства, потому что они мне понравились. Извините, конечно, что я тут не в кадре, в общем, у меня одна баночка упала. Но без этого никак, без спецэффектов. В общем, я вам показываю. Первое это шампунь от Pantene, защита цвета и объем в объеме 400 мл. Этот шампунь идет яркий цвет и мгновенный объем для окрашенных волос. Шампунь имеет приятный аромат, запах такой. Очень парфюмированный. Мне нравился этот запах на волосах. У меня была целая серия, я вам сейчас покажу. Шампунь хорошо промывал волосы, не до скрипа. В общем, могу посоветовать, мне он понравился. Но не скажу, что что-то такое делает. Как хороший ежедневный уход, да. А если вам нужно восстановить волосы или как-то лучше привести их в порядок, то я не советую данное средство. А следующее это вот так вот. Выглядит это был такой же, все то же самое, только, сейчас я вам скажу, что бальзамополаскиватель. Бальзамополаскиватель уже лучше. Смягчал волосы, давал средний объем, средний, как сказать, средний объем, средний промывание, да. То есть дня на 2, на 3. И в основном это был такой уход тоже, все таки ежедневный. Волосы грязнились через 2 дня вместе с этими средствами у меня. То есть не продлевалась абсолютно частота головы после мытья. Заявляют он очень много. Сияние окрашенных волос, сияния никакого, если честно, не заметила. Но в общем-то обычные такие средства. Но приятный аромат и довольно мягкие, хорошие волосы. Последняя из этой серии, третий продуктик, это маска. Восстановление маска для окрашенных волос, смываемая. Эта маска открывалась, сейчас я вам покажу, каким образом. Вот так, сверху, то есть. И у меня тут чуть-чуть, буквально капелька осталась. Имела еще более сильный, насыщенный аромат, в отличие от тех предыдущих двух средств, которые оставались на волосах. Маску я использовала чуть пореже, чем все остальное. Она идет в меньшем объеме 200 мл. Те средства были по 400 мл. И маска лучше восстанавливала. И после нее, наверное, где-то чистота волос могла держаться до 3 дней. Маска мне понравилась, могу ее посоветовать. Теперь, хоть эти средства не вызывают, но могут вызвать привыкание. По поводу сухости и так далее, я говорю, стандартно 2 дня нужно мыть голову с этими средствами. Возможно, как-то даже повторюсь. Следующий покажу вот такую вот жидкость для снятия лака для тонких ногтей. СВ, СВ, да, вернее. Смотрите, такая жидкость. Она была очень бюджетная для тонких и ослабленных ногтей. Но она не уступала, мне кажется, дорогой. 50, по-моему, рублей она стоила за объемчик 100 мл. То есть, эта жидкость неплохая. Я могу ее посоветовать, но в основном не для лаков с блестками. Вот такие лаки еще как-то сотрет, которые у меня такой вот как сатиновый, да. То есть, у вас будут блестки, то нет. Эту жидкость я не советую, только обычные глянцевые матовые лаки. Но вообще она неплохая. Она имела такой небольшой дозатор, удобно было. И, возможно, даже как-нибудь я бы ее повторила. У меня она, по-моему, досталась по акции. То есть, не за 80 рублей, а за 40 или за 50. Как-то так. Брала я ее в ларечке с лаками Зингер. Ну, не то, что с лаками. Вернее, с лаками, по-моему, как раз SW, вот такой вот марки. А еще там были всякие, в общем, пилочки, Зингер и так далее. Там я брала. Следующее, что я вам покажу, вот этот продукт, который у меня тут долго стоял. В общем, даже, если честно скажу, я его вылила, потому что не подошел мне. Это от Ariflame. Этот тоник, возможно, я брала не по своему типу кожи, потому что у меня кожа нормальная, сухая. А он идет для, по-моему, сейчас я вам скажу. Этот тоник, предотвращающий появление черных точек, оказывает противовоспалительное воздействие, очищает от загрязнения излишков кожного сала, удаляет роговейшие частицы кожи для жирной и проблемной кожи. Вот, то есть, кожа у меня не жирная, не проблемная, поэтому, возможно, мне этот тоник не подошел. Сильно сушил кожу, стягивал, имел он неприятный аромат. В общем, эта серия Pure Skin мне не подошла. Не то, что именно не понравилась, ну, вообще все, да, но вот именно этот продукт мне не подошел. Поэтому повторять я не буду, советовать не буду. Объем небольшой, 150 мл, стоила, по-моему, довольно-таки дорого для такого объемчика. 150 мл стоила 250 рублей. Ну, в общем, не буду я себе эту серию повторять, присмотрюсь, может, каким-то другим сериям. Мне очень нравится I Love Nature, серия там, в Арифлейм. Так, дальше. Вот такое средство у меня очень быстро закончилось. Это, по-моему, из наборчика от Леночки, привет тебе, от Леночки Вол. Это была Organic Kitchen розовая мочалка. Отчающий скраб для тела, 100 мл. Конечно, запах мне очень понравился, но скраб сам по себе такой слабенький. Я бы сказала, что на троечку из пяти, потому что скраб идет... Сейчас я открою его, попробую, тут уже ноготь ты не сломаешь. Вернее, сломать можно ноготь, пока открываешь эти баночки. По-моему, у меня там чуть-чуть осталось показать консистенцию. Я все-таки уже, наверное, быстрее ноготь. Так, 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 вот получилось. Да, оставила его показать, такой он был розового цвета. Консистенция ближе к густой. И очень имел приятный аромат. По-моему, роза тут заявлена, сейчас вам скажу. Нет, пион и розовое масло. Обалденно пахнет, цветочно приятно. Но, к сожалению, этой баночки, 100 мл именно в этом скрабе, за счет того, что он очень мало скрабировал, да, то есть среднее скрабирование ближе к слабому, мне ее, к сожалению, хватило на два раза. Вот, увы, больше я такую вот именно розовую мочалку брать не буду. Хотя аромат приятный, если именно ради огромной терапии, то можно взять Лен. Еще раз большое спасибо за знакомство. У меня таких баночек пять. По-моему, сегодня я покажу две из них в пустых баночках. Так, и как раз давайте, наверное, тогда, раз я заговорила, покажу вторую баночку такую. Вот такая вот баночка. Очищающий гель для умывания. Вот если этой баночки мне было мало для тела, то вот этой мне очень много для лица казалось. То есть 100 мл, и она такая очень густая. Как это гель, да, этот очень густой. Покажу все-таки, наверное, тоже его консистенцию. У меня его еще довольно много осталось, но я решила вам показать, потому что я его использую не по назначению. Я попробовала это средство для лица. Мне показалось, что его трудно вспывать как-то для лица. Какое-то ощущение тоже немножко сухости остается. В общем, не понравилось. Хотя аромат обалденный, очень приятный, мне понравился. Консистенция тоже ближе к густой. Сложно его распределять. Здесь свежий сок франжипани и органическая белая лилия. Лилия и пахнет, да, то есть еще чем-то фруктовым, как раз вкусненьким таким. Я приспособила это средство, может быть для кого-то это будет, ну, как находка, да, для мытья кисточек своих для лица. Очень хорошо подходит и размыливается, но и аромат на кистях приятный остается. В общем, я сейчас его именно так использую. Покажу сейчас, потому что кисточки я мою где-то раз в неделю. И, возможно, до следующих пустых баночек просто уже истрачу это средство. Поэтому показываю сейчас. В общем, для лица мне не подошло, но подошло для другого применения. Аромат очень приятный. Так, следующее, что я вам покажу, это вот средство бесполезное. Оказалось, для меня лесной бальзам-ополаскиватель для дёсен и зубов. У меня сейчас дома сын, ищут у меня ремонт. В общем, вы на шумы и звуки не обращайте внимания, если что. Вот, потому что мне по-другому никак просто снять. Лесной бальзам, значит, укрепление зубов и дёсен, природная свежесть. Такой вот. Оказалось, для меня бесполезный в плане того, что освежение не даёт никакого. Вот здесь вот эту вот крышку можно использовать как стаканчик, да, аромат такой типичный для лесного бальзама. Даже сладковатый, я бы сказала, такой травянистый, но сладковатый. Быстро он у меня истратился, но он мне помогал. А то у меня десна немножко кровоточила, да. Он мне помогал именно от этой проблемы, от кровоточивости дёсен. А вообще, вот если как просто освежать бластер, там мне больше нравится листерин. То есть именно этот я не советую. А листерин могу посоветовать, но у меня сейчас, в пустых баночках попозже я вам его покажу. Так, следующая пустая баночка. Это у меня будет... Давайте по ногтям пройдёмся. Средство для удаления лака для ногтей. Мне очень понравилось, хотя я его брала так скептически. Довольно-таки вышло оно 200 рублей за объёмчик 100 мл, что я считаю, что дорого. Вот, но тут удобный дозатор. Приятный у жидкости аромат. Как ни странно, хорошо стирает лаки с блёстками. Обычная, очень хорошая жидкость. Могу её посоветовать. И артикул 7197. Ещё не сказал, что от Фаберлик. Хорошая жидкость. Мне понравилась. Советую. Может быть, как-то её тоже повторю. Такое масло почти закончилось для волос. Масло органовый нектар от Hair Vital. Это мне ещё было в посылочке. Спасибо большое данной компании. В посылочке на обзор. Это, значит, с маслами. У меня ещё вот столько его осталось. Но остаётся всё-таки аромат. И он тяжёлый. Поэтому средством я пользовалась долго. Не совсем я привыкла. Для меня он всё-таки тяжёлый. Объём здесь 100 мл небольшой. Но уже по срокам годности у меня здесь выходил. Потому что 2013 года открытый может быть только год. У меня уже больше. Вот, вообще, просрочилась немножко у меня это масло. Но по действию хороший. Разглаживала волосы. Не жальнила. Могу посоветовать. Но аромат, к сожалению, не мой. Поэтому я беру с каким-то более нейтральным запахом. Чаще всего я себе такие маслицы для волос. Так, дальше. Вот такое вот средство у меня лежит без дела. Почти полный этот крем для рук. Не подошёл он мне. От Avon Seriakel. Пчелиное маточное молочко. Крем для рук, ногтей и кутикул. Знаю, что многим он нравится. Он идёт для очень сухой кожи. 100 мл. Но он мне не подошёл по консистенции. На какая-то вот мы наносим на руку. Допустим, да, всё возьмём. Её пытаемся распределить. Никак ничего не помогает. Он идёт такого прозрачного, желтоватого цвета. Уже давно у меня лежит. В общем, буду выбрасывать я этот крем. Мне он не понравился. Конечно, могу посоветовать, кому нравятся такие кремы, которые очень долго впитываются. У меня лично нет. Поэтому я им пользоваться не буду. Не советую. Хотя Seriakel есть достойный, извините, крем. Так, дальше. По уходу тогда пройдёмся. Всё остальное. Достану. Тут у меня из ухода осталось буквально, наверное, 5 позиций. Я их покажу, наверное, в этом видео. И потом сниму вам отдельное небольшое видео про декоративку. Здесь я покажу только уход. Ну, даже 6 позиций. Вот такое вот у меня знакомство с компанией. Сейчас я вам покажу. Это марка и компания V-Cosmetics. Вот такой вот продукт. Знаю, что многие девочки любят, но я это средство не поняла. В общем, пробовала его, пробовала. В результате чего у меня там всё равно очень много осталось. В этой баночке. Но как-то не поняла я данный продукт. То есть, он был заявлен для того, чтобы бороться с всякими... Так, сейчас я найду. Ну, в общем, я тут не могу найти, но вообще бороться для того, чтобы... Быстрое устранение признаков усталости мешков под глазами и тёмных кругов. Вот у меня с этой задачей с тёмными кругами, признаками усталости, устранения не справлялся. Просто как такая неплохая масочка. Но неприятное ощущение сжения. Всё-таки и как-то вот глаза слезились у меня от этого средства. То есть, эта маска именно под глаза пользовалась не часто. А также, вот, поэтому не могу посоветовать. Именно мне данный продукт, у меня чувствительно очень глаза не подошёл. Объём здесь 60 мл. Вот такая вот сыворотка глубокого действия. Также от Викосметикс 25 мл. Мне понравилось больше, чем предыдущее средство. Она имеет такой удобный носик-дозатор. Имеет травянистый, приятный аромат. И очень она быстро впитывается. Сыворотка хорошая. Но, конечно, чтобы прежде привыкнуть к этому запаху, довольно натуральному нужно. Но, в общем, сыворотка хорошая. Мне она понравилась. Аллергия не вызвала. Могу её посоветовать. Хотя моя кожа лучше воспринимает, как выяснилось, силиконы. Вот эти же два продукта заявлены более натуральными. К сожалению, моя кожа их воспринимает хуже, чем продукты, допустим, от Фаберлик или от Эйвен. То есть, моя кожа больше привыкла к силиконистым таким, к ненатуральным компонентам. Вот. Поэтому я как раз сейчас у меня сыворотка от Фаберлик. Дальше вот такой вот кремик для рук у меня закончился от Белоручка. Этот ещё кремик мне прислала Наташенька. Привет тебе, Натари на Бьюти-канал. Этот крем увлажняющий. Как увлажняющий, он очень неплохо справляется с своей функцией. Он жидкий, жидковатый. Удобный дозатор. Объём у него, по-моему, сейчас вам скажу, 100 мл вроде бы. То есть, впитывается он за одну минуту. Это на самом деле так. Нет, 75 мл, извините. Имеет приятный аромат. Тут у меня ещё чуть-чуть осталось. Он очень такой жизненький, как водичка. Впитывается для тёплого времени года. Он подойдёт. Для зимы, конечно, нет. В общем, неплохой такой ежедневный уход. Он у меня был на работе. Я его истратила. И, может быть, даже как-то бы повторила. Но на тёплый период времени. Таше спасибо ещё раз большое. Так. И остался у меня ещё вот такой вот крем для рук. Мне не понравился его запах. Но понравился он по действию. Это «Натура Камчатка» от «Натура Сибирика». Омолаживающий крем для рук. «Даурский бархат». Здесь заявлено, значит, амурский бархат. И свежее масло лепестков «Даурской розы». На самом деле, аромат очень резкий розы. Это, наверное, даже не каждый сможет такое выдержать. Очень такой. Прям очень-очень резко бьющий в нос. И самое главное, что этот аромат очень-очень долго держится на руках. То есть, будете вы его ощущать, ну, может, час даже. 75 мл объём. У меня он стоял в ванной. Я его истратила только, когда я находилась дома. Я не могла выйти с таким ароматом на улицу, на работу. В общем, он у меня был как домашний вариант. Я его использовала. Подействуем неплохой. Средненький такой. То есть, не очень питательный, увлажняющий. Но и не совсем, что вот нанесли крема, не отдавала. Но ощущение перчаточек. В отличие от предыдущего, вот этого крема. Ну, всё-таки полностью впитывался крем Белоручка. Этот крем всё-таки оставлял такое ощущение перчаток после себя. Ну, в общем, из-за аромата, скорее всего, больше брать не буду. И не советую. Ну, конечно, можно потестировать. Хотя я и в магазине тестировала. Но как-то всё равно не моё. Осталось у меня два продуктика. И это мои фавориты. Я решила сегодня закончить на позитивной ноте. Два продукта, которые я очень люблю. Которые я советую. Которые просто покорили меня. Которые, в общем, я вам сейчас их покажу. Первый, там, наверное, многим известный. Гель до душа от Фоберлик Серия Бьюти Кафе. Вишнёвый конфитюр. У меня здесь, к сожалению, крышка полностью уже... Ну, в общем, оторвалась сразу же практически. Некачественная упаковка. 200 мл. Здесь идёт артикул 2180. Но я делала вот так. Просто откручивала эту крышку. Наливала на мочалку и мылась. Аромат натуральной вишни. Аромат вишнёвого варенья, как многие говорят. Вишнёвого сока, возможно. В общем, очень хороший, классный аромат. Поднимает настроение. У него навевает праздник. Я им пользовалась с большим удовольствием. Остратила я его весь. Но не быстро. Потому что для меня он всё-таки экономичный. Можно его тратить и наслаждаться в душе. Приёмом ванны или душа. И также я хочу ещё сказать, отметить, что аромат на коже остаётся. После данного геля для душа на какое-то небольшое время. Но я пользовалась им. И потом сразу... И сейчас у меня ещё чуть-чуть осталось. Самые такие остаточки я храню до сих пор. Как храню? Берегу, да, скажем так. Масло такого же крема. Масло вишнёвого конфитюра у меня на один разик осталось сейчас. А гель уже у меня закончился. Хотя я тоже масло показывала в пустых баночках. Мне оно очень понравилось. И последний продукт. Привет, Викуси. Виктория Блонд. Большое тебе спасибо за посылку нашу на 8 марта. И я решила показать уже. Вот я закончила вот этот продукт. Потому что мы с Викуси обменивались в марте. Там я, наверное, в марте буквально апрель чуть-чуть попользовалась данным крем-масло. Отложила его на всё лето. И в холодное время года, то есть октябрь-ноябрь, я его закончила. Почему? Потому что аромат апельсина и миндаля для меня всё-таки это больше такой холодного времени года. Может быть, даже зимний. Вот такая вот баночка. Это Natura de Bravance Orange и Amand. То есть это апельсин и миндаль. 200 мл. Она очень экономная. Экономичная эта баночка. Тут чуть-чуть буквально осталось. Пахнет абсолютно так же. Ничего за полгода не испортилось. Я вам покажу немножко консистенцию. Оно масляное. Мы когда наносим, распределяется это масло не сразу. Но остаётся ощущение такое комфортное. Кожа напитанная, увлажнённая. В общем, просто прекрасный продукт. Очень я его советую. Прекрасно оформлен в стиле пин-ап. Скажем так. Вот это были пока все мои пустые баночки. Но это не все мои баночки. Может, что-то ещё покоплю. И скоро времени, может, через недельку где-нибудь сниму вам вторую часть. Осталось у меня тут чуть-чуть декоративки. Может быть, ещё что-то накопится за недельку. Всем огромное спасибо за внимание. Здоровья, всем счастья, удачи, радости, отличного настроения. И до новых встреч!